Александр Николаевич Круглов – профессиональный пожарный. За 36 лет службы не раз доводилось спасать людей. Но эта награда за отвагу на пожаре первая, а оттого особенно ценная. 90-летнему жителю улицы Пушкина просто повезло, что Круглов оказался его соседом. В апреле 2018 года он одним из первых заметил возгорание и организовал операцию спасения. Из десятков очевидцев войти с ним в горящий дом согласились только Вадим Ягур, электрогазосварщик 38-го цеха ВСМПО, и Сергей Космычев, специалист группы по безопасности движения на территории завода. Разумий не было, потому что человек старый. Все знали, что он там живет постоянно. Огонь очень сильный был. Пожар уже. Крыша сгорела, шифер лопался. Сильное задымление. До пожарной охраны очень далеко. Они прибыли вовремя, но долго. Потому что очень далеко. Ну и нужно было спасать как-то человека. Ну я рад за ребят. Я сам-то как бы, это для меня привычная ситуация. Им-то они действительно проявили храбрость и мужество. Поэтому я им благодарен. Молодцы. Конечно, прошло полтора года, но, скажем так, дело не во времени, а в том, что, да, действительно награды заслуженные, которые и сотрудники работы еще в пожарной охране ценятся наиболее, как важная, медаль за отвагу на пожаре. Не менее важной была информация, озвученная по итогам года работы городских спасателей. По количеству пожаров 2019 год оказался удачливее. Всего 90 фактов против 115 в 2018 году. А вот статистика смертей на пожаре не радует. В огне за год погибло пять человек. За тот же период прошлого года всего один. Все случаи гибели и травмирования на пожарах происходили в жилом секторе. Один погибший в квартире и четыре погибших в жилых домах. Причина во всех случаях гибели тоже практически одна – неосторожное обращение с огнем. В канун новогодних каникул спасатели призывают солдинцев быть осторожнее и с пиротехникой, и электроприборами. Они напоминают, что при покупке фейерверков следует обращать внимание на срок годности и сертификат производителя. А уже при непосредственном запуске держаться от салютов как можно дальше. Минимальное расстояние при запуске фейерверков от жилых зданий, деревьев, проводов должно быть минимум 50 метров. Рекомендуем перед запуском фейерверков в дневное время, то есть в светлое время суток, осмотреть площадку, на которой будет производиться запуск, ну и оценить возможность. Возле елок запрещается использовать открытый огонь, так как сейчас большинство граждан используют искусственные елки и они являются легковоспламеняющимися. В ночное время рекомендуется отключать гирлянды, то есть не оставлять их включенными на елке, потому что может произойти короткое замыкание и в последующем дальнейшее воспламенение, что может привести к гибели, травматизму граждан, а также к потере материальных ценностей. В завершение пресс-конференции прозвучали поздравления с наступающим Днём спасателя он отмечается 27 декабря и пожелания спокойных новогодних каникул.